Добрый день. Я, пожалуй, все-таки сфокусируюсь на проблеме применения районных кондиций, в первую очередь, и конкретно на расчете поправочных коэффициентов, думаю, тут все с этим столкнулись за последние два года, и появились какие-то уже результаты, может быть, у недропользователя, тем не менее, остались вопросы по методике этих расчетов. Ну и самое главное, озвучу какие-то определенные уже результаты экспертизы подсчета запасов с применением районных кондиций и соответствующих поправочных коэффициентов. Значит, территория действия Красноярского филиала, напомню, это Забайкальский край, Красноярский край, Хакасия, Тыва, Томская область и Иркутская область. Значит, на всех этих территориях, кроме Томска, действуют свои районные кондиции, которые, соответственно, утверждались в 99-м, в 2001-м году. Значит, хочется отметить, ну, в связи с тем, что были какие-то обращения в Роснедра, что все эти кондиции действующие, никто их действия не отменил. Однако, в соответствии с письмом 2016 года, значит, ГКЗ рекомендовала рассчитывать поправочные коэффициенты для того, чтобы применять эти районные кондиции. Вот опыт прохождения экспертизы с расчетом поправочных коэффициентов, собственно говоря, за этот период в Красноярском филиале прошло экспертизу всего 176 объектов, в том числе на рассыпное золото 109. И из этих 109 объектов 63 объекта были утверждены запасы с параллельным утверждением поправочных коэффициентов к районным кондициям. За этот период на баланс поставлено 17 тонн золота, ну, соответственно, на всех этих территориях перечисленных. Значит, сейчас уже можно говорить о том, что выявлены какие-то определенные часто встречающиеся методические ошибки. Я постараюсь коротко их назвать, ну, с тем, чтобы кому интересно, можно будет мне задать встречный вопрос. Вот, я попытаюсь на них ответить. Значит, процедура расчета поправочных коэффициентов, она предполагает, что в том случае, если предприятие действующее, и особенно, так сказать, удачный момент, что запасы, представляемые на утверждение в границах лицензии, в том числе ведется и добыча этим предприятиям, то для расчета поправочных коэффициентов предприятие вправе использовать фактические данные себестоимости. И, соответственно, эти фактические данные просто заверяются справкой предприятия. Ну, вот, как показывает опыт, к сожалению, даже справку предприятия представляют не все. Значит, кроме этого, в том случае, если предприятие у нас не действующее, то есть впервые ставятся запасы на баланс, в таком случае разрешено делать прямой расчет показателей себестоимости, по ним рассчитать поправочные коэффициенты. Ну, что касается методики этого расчета, она стандартна, то есть в соответствии с методическими рекомендациями для обоснования ТО-кондиций. Значит, понятно, что поправочные коэффициенты, хотя и должны рассчитываться с учетом этой методики, тем не менее расчет более упрощенный. То есть это многие из вас, вот я вижу, нитропользователи, представители или предприятия, которые выполняют такие услуги по разработке кондиций, то есть они сталкивались и знают, что расчет достаточно укрупненный. Значит, тем не менее из отчета в отчет повторяется, например, такая ошибка, как неверное определение показателя разубоживания. То есть определяется в соответствии с письмом по расчету поправочных коэффициентов, разубоживание должно определяться по металлу, а не по пескам. Значит, кроме этого, часто встречаются ошибки в расчетах, связанные с отнесением затрат на рекультивацию. Но это связано с некоторыми несостыковками с общепринятой методикой расчета параметров кондиций для подсчета запасов рассыпного золота и с некоторыми, так сказать, нюансами, которые вот обозначены в этом письме. То есть согласно письму, расчет поправочных коэффициентов должен производиться с отнесением затрат на рекультивацию к общим затратам на добычу. Значит, есть системные повторяющиеся ошибки по отнесению забалансовых запасов. Но вот, к сожалению, у нас по факту на территории работы Красноярского филиала есть, значит, выявлено, во-первых, разные правила, которые действуют, и именно действуют в соответствии с утвержденными параметрами районных кондиций. То есть мы столкнулись с тем, что на территории Забайкальского края отнесение к забалансу происходило выше бортового и ниже Минпрома в блоке. И то же самое в Бурятии. В других территориях, то есть отнесение к забалансу происходит в соответствии с тем, что значение должно быть выше содержания Минпрома в оконтривающей выработке, и, соответственно, меньше Минпрома в блоке. Но вот эти все несостыковки, они, значит, ГКЗ откорректированы, соответствующие, так сказать, были разъяснения данной ГКЗ, и недропользователи с этим ознакомлены. Значит, кроме того, вот системной ошибкой, конечно, является определение, способ определения забалансовых запасов в части отнесения к забалансу элементарного блока. То есть содержание в блоке в элементарном подсчетном, если меньше Минпрома в блоке, то авторы это относили к забалансу совершенно неверно, потому что отнесение к забалансу должно коррелировать с содержанием в блоке годовой добычи, а не в элементарном подсчетном. Значит, в принципе, вот эти вот основные замечания я перечислила. Еще остановлюсь на том, что в соответствии с письмом ФБУ ГКЗ, кроме бортового содержания, которое определено в соответствующих районных кондициях, необходимо рассматривать более низкие содержания бортовые, 30-50 миллиграмм. По факту сейчас в основном все эти рекомендации авторами соблюдаются. Ну и как в заключение хотелось бы отметить, есть данность, то есть за два года среднее значение поправочных коэффициентов составляет где-то 0,73-0,84, в том числе и к бортовому содержанию. Вот это фактические данные, которые в Косноярском филиале получены за два года работы с применением поправочных коэффициентов. Пожалуй, у меня все. Если есть вопросы... Спасибо.